Коллеги, добрый день! Желаю вам всем хорошего настроения, короткий обзор по рынку. Начнем с вами с биткоина, разберем несколько монет, посмотрим на пару доллар-рубль и разберем несколько бумаг из российского фондового рынка. Прежде чем начать, я вас попрошу подписаться на YouTube канал, поставить лайк, написать комментарий и давайте начинать. По биткоину я пройдусь сейчас по основным тезисам, исходя из которых я строю все свои дальнейшие долгосрочные прогнозы. Значит, вся структура от 15 до текущих значений, скорее всего, это первая волна, скажем так, зарождения бычьего рынка. Если я прав относительно этого тезиса, то биткоин, по идее, на мой взгляд, не должен уходить ниже, чем 21 500 долларов. Промежуточные уровни это 31 800, вот здесь я отметил зеленым кружочком, это ранее пробитый уровень. Как мы знаем, в 70% случаев такие уровни тестируются с обратной стороны. Соответственно, коррекцию я ожидаю минимум к отметке 31 800. Возможно, коррекция будет глубже в диапазон 27 400, 24 500, либо 21 500. Ниже этих значений уходить нежелательно. А по-хорошему и вовсе остаться выше отметки 24 000, то есть выше вот этого зеленого блока, который я сейчас обвел. Значит, где хай рынка? Тут, конечно, гадать, скажем так, гадать опрометчиво. Точнее, все, что мы можем делать, это лишь гадать. На мой взгляд, вершина рынка, она либо уже сформирована, либо она будет сформирована в диапазоне 48 и максимум 52 000 долларов за один биткоин. Соответственно, если все мои доводы выше озвучены и верны, то в 2024 году нас ждет новый бычий цикл по рынку криптовалют. Но я могу оказаться неправым и, соответственно, в таком случае, по мере поступления новой информации на графике, я поменяю свой взгляд на рынок. Плюс, обратим внимание на RSI, недельный таймфрейм у нас находится в экстремальной перекупленности. Каждый следующий перехай будет усиливать медвежьи дивергенции. На данном этапе, на недельном таймфрейме медвежьей дивергенции нету, но при обновлении вершины эта дивергенция сформируется. На дневном таймфрейме у нас уже есть сформированная медвежья дивергенция. И, соответственно, если мы вот отсюда увидим продолжение небольшого роста, то текущая дивергенция станет двойной. И я, соответственно, ожидаю коррекцию рынка. Забыл добавить один момент, что коррекция начнет свое развитие исключительно после пробоя отметки 40176. Вот этого уровня сделаю его пожирнее. В целом, по биткоину все. Давайте далее. Значит, по монетке SEI я не один раз говорил, что моя точка входа это 0.45. Сейчас я отмечу, извиняюсь, 0.25. Отмечу свою точку входа синим цветом. Вчера я закрыл 20% от позиции в плюс 40%. Сегодня, соответственно, уже плюс 60% от моей точки входа. Я пока что ничего не фиксирую. Более того, я поставил обратно на откуп вчера проданные монеты на уровень 0.32. Соответственно, мы пробили вот эту полку. Я допускаю ретест. И далее мне хотелось бы увидеть продолжение роста. В случае, если начнется коррекция биткоина, я не буду продавать все эти монеты. Я их буду докупать в диапазоне 19.68-18.20 и в диапазоне 0.15-0.1. Так, далее. Разберем еще одну монетку. Это прям, скажем так, конкретный щиткоин. Я откупил его по 6 долларов. 6-6.10. Сейчас текущая цена 5.315. Всего этих монет 21 миллион. 13 миллионов монет находятся в стейкинге. По-хорошему эту монетку могут качнуть на большое количество иксов. Я буду докупать. Я понимаю, что это высокорискованная, скажем так, инвестиция. Цена может уйти спокойно в ноль. Поэтому я на эту сделку выделяю не более чем 500-600 долларов. На данном этапе у меня окуплено на 300 долларов эта монета. В целом, все. Все, что я хотел сказать по крипте. Теперь давайте посмотрим на пару доллар-рубль. Смотреть я ее буду на Binance. Значит, давайте разберем, что у нас изменилось с момента прошлого видео. Особо ничего не поменялось. У нас ключевой уровень. Это отметка 89. Если она будет пробита, мы едем вниз к отметке 83.62. Но пока что этот уровень удерживают. Есть потенциал для отработки двойного дна. Но это возможно лишь при пробое уровня 91.37. В таком случае мы увидим с вами подъем к уровням 93.21 и 94.96. 94,96. Так, теперь, значит, по российским бумагам. Я хочу рассмотреть Тинькофф. Значит, на мой взгляд, на данном этапе пробита трендовая линия. Сейчас я ее сделаю пожирнее. Цена пока что под этой трендовой линией. Соответственно, я настроен на данном этапе по медвежьей. Если цена вернется за диапазон 3.117-3.231, то я поменяю свое мнение. На текущем этапе я ожидаю коррекцию минимум в район 2.821-2.381. Здесь у нас находятся два сильных уровня. При подходе к этим уровням я буду смотреть за реакцией покупателя. Если она будет, то я, возможно, откуплю эти бумаги и добавлю в свой портфель. В целом, вот эта вся структура мне напоминает восходящий клин. Соответственно, это медвежий паттерн. Глобально есть потенциал и вовсе сходить в район 1738-1580. Но я пока что не особо рассчитываю на эти цифры. Просто держу их в голове. Теперь по генетике. В чате спрашивали, какой есть потенциал. Значит, мы обсуждали уровень 36.090. Что здесь произойдет ретест вот этого ранее пробитого накопления. И в случае защиты этого уровня цена направится к отметкам 40-42 как минимум. На данном этапе у нас пробита нисходящая трендовая линия. Она у меня выделена желтым цветом. И цена протестировала ранее пробитый уровень 42-335. Кто держит позицию по данной бумаге, ваши стоп-лоссы на данном этапе должны находиться за уровнем 42-335. В целом, в моменте бумага выглядит хорошо. И в теории есть потенциал сходить до 49-230 и до отметки 52-085. Про какие-то дальнейшие уровни говорить на данном этапе не вижу смысла. Если вы держите, то держите. И частично фиксируйте свою позицию при достижении тех или иных уровнях. Но обязательно оставляйте какое-то количество бумаг на возможный дальнейший рост. Теперь посмотрим еще одну бумагу. И на этом мы закончим. Так, а далее я хочу обратить ваше внимание на СПБ биржу. Текущая цена 80. Что меня здесь привлекает? Значит, индекс RSI находится в зоне экстремальной перепроданности. Сверху есть много открытых уровней. Смотрите, в теории еще могут обновить лой, обновить низы. Но в случае обновления этих низов у нас сформируется обычая дивергенция на недельном таймфрейме. Это сильный разворотный сигнал, который мы, возможно, с вами увидим. Значит, я считаю, что адекватно держать небольшим объемом эту бумагу в своем портфеле со следующими целями. Значит, у нас есть уровень 95.1, уровень 107. И основная цель, на мой взгляд, находится на отметке 138.5. Здесь у нас находится ранее пробитый уровень, который не протестировали с обратной стороны. Я отметил его чуть ниже, чтобы не ставить прям ровно на фитилек. В целом, все, коллеги, на этом я хочу закончить. Еще раз вас попрошу подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. И желаю всем хорошего дня и побольше профитов.